Всем привет, это Инфакты на СтопГеймеров. Вы смотрите это видео на основном канале сайта, но знаете, что есть ещё и дополнительные, куда заливаются записи прямых эфиров. Именно туда мы будем стримить ближайший месяц, так что не забудьте подписаться, ссылка в описании. Наш твич-канал оказался заблокирован на 30 дней из-за одной реплики, которая была расценена как способная оскорбить чьи-нибудь афроамериканские чувства. Так что мы дружно перебираемся на ютуб, по крайней мере на время. Сегодня вечером как раз будет замес в Left 4 Dead 2. Но к новостям! Гирбокс с новой силой начала тизерить анонсы выставки Pax East, что пройдёт 28 марта. Помимо ожидаемой Borderlands 3, также в твиттере компании проскочил пикселизированный намёк на переиздание второй части франшизы. А ещё одной дразнилкой стал какой-то не относящийся к Борде проект, но в научно-фантастическом сеттинге и с мультяшной стилистикой. Самое время гадать на кофейной гуще, что же это такое, и является ли это что-то игрой производства Гирбокса или компания просто выступит издателем. Она и такими вещами занимается, да. Ну или можно не гадать, а просто дождаться выставки. Ребеллион, которую вы знаете по серии Снайпер Элит, оказывается работает аж над четырьмя играми, казалось бы, изжившей себя серии. Полноценный сиквел среди них лишь один, само собой. И о нём ни слова не будет сказано аж до 2020 года. Он ещё на очень раннем этапе разработки. А вот остальные. Это Снайпер Элит для виртуальной реальности. Игра будет представлена в 2019. Снайпер Элит 3 Ultimate Edition. Версия тройки для Свитча. В 2019 уже выйдет. И, наконец, Снайпер Элит V2 Remastered. Обновлённая версия второй части серии 2012 года. Для ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. Помимо улучшенного графона, в переиздании окажутся все DLC, новые играбельные персонажи и покадровый фоторежим. Релиз намечен также на 2019. Что до Devil May Cry 5, то фанаты, уже успевшие 8 раз пройти сюжетку, ждут не дождутся обещанного режима Кровавый Дворец, где надо зачищать волны врагов. Капком определилась с датой. Бесплатный апдейт с соответствующим режимом выйдет 1 апреля. Кромсать нечисть там можно будет как в роли Данте, так и за Неро и за Ви. Ходили слухи, что появятся и другие герои, но пока что это остаётся слухами. Ещё немного туманных анонсов. Turtle Rock Studios, ребята, подарившие нам Evolve и оригинальную Left 4 Dead, представили ещё один зомби-шутер с оригинальным названием Back 4 Blood. Кард студия не раскрывает и особо не делится подробностями своего нового проекта. Говорит лишь, что это ААА-боевик с соответствующим ценником и некими новыми особенностями. Зато точно известно, что Back 4 Blood — это не Left 4 Dead 3, и что там точно не будет королевской битвы. В блогах у нас на этой неделе было живенько, но мы, как и всегда, отобрали самые сочные пользовательские работы и наградили их косарями. Первая тысяча деревянных уходит о Сирису, поведавшему о том, как опыт участия в реальных боевых действиях сказывается на видеоигровом экспириенсе. Почему игры после войны ощущаются иначе и как конкретно иначе? Рассказывает, основываясь на личном опыте и на опросах других ветеранов. Крайне занимательное чтиво. Рекомендуется к ознакомлению хотя бы для расширения кругозора. Обзором недели нарекается лаконичный рассказ Друже Тернокса о визуальной новелле «Внезапно без хентая» Кланет. Кленет, не знаю. Ох уж это экзотика японская. Но оттого и читать про неё интересно. Все ссылки в описании. Авторам постов следует стукнуть мне в личку на сайте. Думали с анонсами покончено? А вот и нет. Следующая по списку Solar Ash Kingdom игра с неопределённой жанровой принадлежностью ввиду отсутствия какой-либо конкретики от разработчиков. Кроме вот этого тизера. Но в роли разработчиков выступает команда Hard Machine ответственная за Hyper Light Drifter а это 95% положительных отзывов в Стиме. Так что фанатам данной игры и новое творение студии вероятнее всего будет интересно. Хоть ведущий разработчик проекта Алекс Престон и заявляет, что команда хочет сделать нечто не похожее на своё предыдущее творение. А в списке приоритетов Hard Machine атмосфера, геймплей, персонажи и красивая история, рассказанная с помощью окружения. Подводный камень над гладью уже торчит в виде логотипа Epic Games Storm. Вероятно, игра окажется эксклюзивом данной торговой площадки. По крайней мере, на ПК. Про другие платформы пока что информации не поступало. Но и это не всё. Ещё одна игра от автора Gunpoint и Hit Signature Tactical Bridge Wizards. Концепт соответствует упоротому названию. Нам предстоит бороться с наркоторговцами и террористами в роли современных копов-волшебников. В 10-минутном геймплейном видео разработчик показал геймплей за двух персонажей. На релизе их должно быть около шести. Это пошаговая стратегия для ПК. Отвечая на повисший в воздухе вопрос, у игры есть страница в Стиме. Тактической глубины, присущей мастодонтам жанра, можно не ждать. Автор проекта делает упор на сюжет. Персонажи с историей и характером и даже разветвлённая система диалогов имеются. Да и в целом обойдётся без хардкора. Помимо прочего, предусмотрена возможность перематывать время назад, отменяя неудачные ходы. Кто захочет, сам себе организуй челлендж, выполняя задание максимально эффективно. В награду получит очки стиля для кастомизации. В любом случае, пока что разработка находится на весьма ранней стадии. Но ссылку на геймплейный ролик я в описании оставлю. А рядышком положу ссылки на новый выпуск ретро Зора и на репортаж Солода, уже прикоснувшегося к Секиро Шадоуз Дай Твайс. До встречи на СтопГеймРу. Покедова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова